Всем привет! Рада приветствовать вас на канале! Сегодня предлагаю вместе со мной оформить развороты в ежедневнике на декабрь. Но сначала подпишитесь на канал, если еще этого не делали, и поставьте большие пальчики вверх, если любите такие видео. Если вы смотрели другие мои видео о ежедневнике, то знайте, что почти всегда я это делаю с помощью Photoshop, а готовые развороты распечатываю на принтере и заполняю. Но декабрь это волшебный месяц, когда хочется чудес и исполнения желаний больше, чем обычно. К вдохновению это тоже относится, поэтому я оформила аж три разворота. Все развороты я буду раскрашивать акварелью и обводить черной гелевой ручкой. Первый разворот оформляю новогодними гирляндой, игрушками и пряничными домиками. Кстати, это же гирлянда, игрушки и домики перейдут и на два другие разворота. Объединят их и будут выглядеть более гармонично. Добавляю мыши, которые хотят добраться и полакомиться сладостями. Пишу название месяца и календарь на месяц. Слева оформляю книжную полку, где отмечу прочитанные за месяц книги, и рисую кинопленку, где напишу фильмы, которые посмотрю в декабре. На правой стороне разворота оставляю место для дел, которые обязательно нужно сделать в текущем месяце. Второй разворот – это моя любимая календарная сетка, где наглядно можно увидеть загруженность всего месяца в целом. И да, именно календарная сетка стала для меня неотъемлемой частью планирования. Справа рисую много-много коробок, где напишу кому и какой подарок я буду дарить на Новый год. Субтитры сделал DimaTorzok Третий разворот оформляю все тем же набором гирлянд, игрушек и домиков, добавив ему главную виновницу следующего года. Слева у меня будет список покупок, которые необходимо делать, и заголовок мне пришлось написать сбоку, так как пропечаталась краска с предыдущего разворота. Две елочки снизу также хорошо маскируют поступившую акварель и дополняют разворот в целом. На правой стороне разворота я буду записывать свои мысли и идеи и подводить промежуточные итоги. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мои развороты готовы. Осталось запомнить и использовать все записанное с пользой. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы тоже вдохновились на создание чего-то важного для вас. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!